Ну, как вы знаете, по многим округам Донецка и Луганской области за последние двое суток были полностью изменен состав окружкомов и ДВК. Были поставлены странные люди, это все часто происходило ночью. И, в общем-то, мы видим, что некоторые округа целенаправленно, если так можно говорить, сливались под одиозных кандидатов. Сейчас по некоторым округам Украины, всего их мы насчитали около 20, намеренно затягивается подсчет голосов, для того, чтобы каким-то образом фальсифицировать в пользу тех или иных одиозных кандидатов результат. Как это делается? Комиссия закрывается, бюллетени, по идее, печатаются, дальше мы все это проходили в 2019 году. Все это, к сожалению, мы уже в Украине видели, когда бюллетени начинают исчезать случайно, через фоточку, такие случаи были в 2012 году. Когда часть бюллетеней оказывается в закрытой комнате, почему-то испорченной, и их не признают действительными, соответственно, победа присуждается одному или другому, или третьему кандидату. Иногда начинается так называемая работа в кавычках с членами комиссии, членами ОВК, когда к ним домой они отдыхают. После ночи приезжают какие-то люди, начинают общаться о том, что есть правильный кандидат, а есть неправильный кандидат. За кого-то нужно помочь одному кандидату, а другому помогать не надо. Мы бы еще раз хотели попросить тех людей, от которых зависит подсчет, прозрачность подсчета голосов, обратить на эти круга внимание. Все же проконтролировать честность избирательного процесса, поскольку с нашей стороны, со стороны правительства, со стороны министерства, внутренних дел дел делается все для того, чтобы обеспечить процесс честного подсчета голосов. То есть вопрос силового обеспечения выбора, вопрос недопущения тетушек, недопущения каких-то силовых акций, преступлений на округах. Милиция обеспечивает, и мы видим по Киеву, что обеспечивает достаточно эффективно. Теперь вопросы к ЦВК, к наблюдателями, к нашим коллегам, к будущей коалиции, как мы надеемся, чтобы они проконтролировали некоторых людей, которые с ними связаны, возможно, с которыми есть какие-то некулярные, неофициальные договоренности, все же не допустили фальсификации. Давайте честно побеждать, пусть честно люди, если вот эти люди выигрывают честно, которых я назвал, пусть они выиграют честно. Давайте проведем нормальные выборы, чтобы нам не было стыдно за них перед США, Европой и всем цивилизованным миром. Спасибо.